ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Необыкновенные истории обычных вещей Так, Тимофей, давай-ка померяй эту куртку. Мам, ну я же говорил уже, что не хочу ничего с капюшоном. Сейчас так никто уже не ходит, и он мне мешаться будет постоянно. Ну не придумывай. Это отличная защита от дождя и снега. И от ветра. От этого всего у меня шапка есть и шарф. Кто вообще этот капюшон придумал? Мучайся теперь с ним. Кто меня придумал, теперь уже не узнать. Хотя само слово французское, но первые капюшоны были еще у людей бронзового века. И у северных европейских племен, например, кельтов и шотландцев. Между прочим, лучшей защиты от дождя и ветра, чем капюшон, нет. Я могу прикрыть голову со всех сторон. А если изнутри ко мне подшить что-нибудь мягкое, то меня можно использовать как легкую каску. Так, кстати, меня очень часто использовали в средние века. Солдаты, у которых не было денег на хороший шлем, нашивали на куртке капюшоны. И набивали их изнутри соломой или шкурами, или еще чем-нибудь, что может смягчить удар. А рыцари надевали капюшон под шлем, чтобы не набить себе шишек. Еще капюшоны любили носить монахи. Капюшон в их понимании был символом отречения от мирских проблем. Но он имел и практическое применение. Почти все свои путешествия монахи совершали пешком, а наиболее ценные вещи носили в капюшоне. Внутри него нашивались карманы, в которых складывались самые дорогие вещи. Посыльные в средние века таскали важные письма и бумаги тоже в капюшоне, потому что там они точно не промокнут и не потеряются. Я открою тебе один секрет. Каждые десять лет Мода на капюшоны вспыхивает с новой силой. Предыдущая вспышка была как раз почти десять лет назад. Поэтому не отказывайся. Тебе же лучше будет. Ладно, мам, я тут подумал, что-то есть в этой куртке и в этом капюшоне. Давай только цвет другой подберем. Необыкновенные истории обычных вещей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова